Всем привет, с вами Викен, поздравляю всех с Рождеством, и в честь этого праздника мы разберем тот отрывок из Евангелия от Матфея, который читается на рождественской литургии. Как обычно, я взял перевод Лютера 2017 года и наш сендальный перевод. Попытался разместить их параллельно, один за другим, и сначала мы прочитаем немецкий вариант целиком, потом немецкий вариант с переводом, а потом пройдемся по интересным грамматическим и лексическим местам. Поехали, почитаем. Поехали, почитаем. Поехали. И они сказали ему, И они сказали, И они сказали, И они сказали, Вот такой вот отрывок, Как видите, заглавлен Интересно, что по-немецки Моргенланд, Как бы утренняя страна, Это восток, А Абентланд, Соответственно, Вечерняя страна, Это запад. Теперь будем читать с переводом И комментировать. Поехали. Когда же Иисус родился Иисус родился, Ибо мы видели Звезду его на востоке И пришли поклониться ему. Als das der König Herodes hörte, Erschrak er Und mit ihm Ganz Иерусалим Услышав это, Ирицарь встревожился И весь Иерусалим С ним. Мы где-то треть перевели, Поэтому давайте прокомментируем. Будем смотреть на то, Какие у нас здесь Небольшие разночтения По грамматике Или, может быть, и по лексике. Видите, по-немецки А у нас это как прилагательное В Вифлееме иудейском. И дальше у нас То есть дословно И дальше у нас по-русски Видите, ничего нет? А по-немецки Аж два слова И более того, дальше Да, то есть это можно было перевести Смотри, вот пришли волхвы С востока. И как мы уже с вами Обсудили, восток По-немецки очень интересно Morgenland Как бы утренняя земля И волхвы по-немецки Они перевели Weise То есть мудрецы Такое прилагательное есть Weise Мудрый Как я помню, по-гречески Там стоит слово Маги Если мы посмотрим Древнегреческие слова И дворецкого По этому слову То видите, здесь такие значения Маг Чародеист Надолкователь Звездочет Кстати говоря Прорицатель Ну и чисто вот Новозаветное значение Волхв Далее, смотрите У нас в начале второго стиха Где родившийся Царь иудейский А по-немецки Wo ist der neugeborene König der Juden Дословно Где новорожденный Царь иудейский В общем Neugeboren Новорожденный И дальше тоже Интересное Такое разночтение Небольшое По-немецки Wir haben seinen Stern Aufgehen sehen Это дословно переводится Мы видели Как его звезда Восстает Вот это вот Haben Sehen Это прошедшая форма Sehen В перфекте А Aufgehen Это поднимается Как вот солнце Когда выходит из горизонта Это тоже будет Aufgehen А здесь у нас в русском Нет ничего Про то, что звезда Поднимается А вот мы видели Звезду его на востоке В том греческом варианте Где я смотрел Там так и написано На востоке именно Но существуют Естественно Различные греческие рукописи И скорее всего В данном случае Небольшое разночтение В самой рукописи Поэтому по-немецки Вот так вот По-другому это звучит Но как и в большинстве Случаев подобного рода Слова немножко разные Но смысл абсолютно Один и тот же Поехали дальше Als das der König Herodes hörte Erschrak er Дословно по-немецки Он испугался И в следующей строчке Очень интересный Немецкий глагол Здесь Зольте И вот это вот Зольте Это обычно Какой-то факт Который мы знаем Из какого-то источника Устного или письменного То есть где Согласно вашим книгам Согласно вашей традиции Должна родиться Христу Поехали дальше Прочитаем и переведем И здесь Чем не меньше Воеводств Иудинах Ибо из тебя Произойдет Вождь Который упасет Народ мой Израиля И послав их Вифлеем сказал Пойдите тщательно Разведите младенцы И когда найдете Известите меня Чтобы мне Пойти поклониться Ему Итак Вернемся немножко Шестой стих И ты Вифлеем В земле Иудиной А у нас просто Земля Иудина И дальше Интересное слово Метнист Которое переводится Ни в коем случае Ты ни в коем случае Не меньше Из воеводств Иудинах Можно было бы перевести Как среди Как бы князей Иудинах Видите дальше Это же слово Фюрст Вождь Дэн аустия Верд комэн Дэр фюрст Дэр мэн фольк Исраэль Вайден Золь И вайден Это как раз Пасти Как вот овечек Пасти И видите как они В библии Лютера Видимо Следуя стилю Самого Лютера Очень часто Не разбивают Глаголы По классике Нужно было бы сказать Дэн аустия Верд дэр фюрст Комэн То есть Комэн должно было бы Пойти в конец Но поскольку здесь Затем сразу идет Определительное Предаточное Они решили Вот этим вот Комэн Не разрывать Дэр фюрст И что его дальше Определяет Дэр Мэн фольк Исраэль Вайден Золь И такое В библии Лютера Встречается Сплошь и рядом Еще одна Особенность Это вот Наш Русского языка Тайно призвав Волхвов Вот эти вот Дейпричастные Обороды Которые у нас В письменной речи Используются Очень часто В немецком Ничего такого нет Тогда позвал Ирод Волхвов Тайно к себе И выведал Точно От них И видите Здесь еще В немецком Добавлено Генау Выведал Точно От них И здесь у нас Второй конъюнктив И чтобы вот так Прям точно Сказать Почему здесь Именно второй конъюнктив Я к сожалению Не могу Мне кажется Потому что И второй конъюнктив Может передавать Ну условно говоря Косвенную речь Хотя здесь Тогда совершенно Спокойно Можно было бы сказать Ван Дэштерн Эшинен Зай И почему они Так не сказали Я Ну да Для меня загадка Если кто знает То напишите в комментариях Потом мне очень нравится Вот то что в немецком Используется глагол ЦИН Очень часто Когда кто-то Куда-то идет ЦИТ-ХИН Указывает нам На направление Типа Пойдите туда И разведайте Тщательно Здесь в принципе Все совпадает В следующей строчке У нас по-русски Интересно Такой глагол Известить А по-немецки Дословно Тогда Скажите мне Об этом ВИДЕ Просто снова Поехали дальше Прочитаем И переведем Они Выслушав царя Пошли И СЕ Видите у нас здесь У них СИЕ У нас СЕ Выделение такое Звезда Которую видели Они на востоке Шла Перед ними Как наконец Пришла И остановилась Над местом Где был Младенец Видите как у нас Здесь много Расширений В данном случае По-немецки просто БИС ЭР До тех пор Пока ЭР Имеется ввиду Она звезда Дело в том Что звезда По-немецки Мужского рода ДЕР ШТЕРН Поэтому здесь ЭР Пока звезда Над местом Встала Поехали дальше Увидев же звезду Они возрадовались Радостью Весьма великую И войдя в дом Увидели Младенца СМАРИЮ МАТРИЮ ЙВО УН ФИЛЕН НИДА УН БЕТТЕН ЭС АН УН ТАТЕН ИРА ШЭТЗА УН ШЕНКТЕН ИМ ГОЛД ВАЙРАУХ УНД МЮРА И ПАВ ПОКЛАНИЛИСЬ ЕМУ И АТГРИФ САКРОВИШЕ СВОИ ПРИНЕСЛИ МУ ДАР ЗОЛОТА ЛАДАН ИСМИРН УНДА ИНЕН ИМ ТРАУМ БФОЛЕН ИПОЛУЧИВ ВО СНЕ ОТКРОВЕНИЕ НЕ ВОЗВРАЩАТСЯ К ИРАДУ ИНЫМ ПУТЁМ ОТОШЛИ ВСТРАНУ СВОЮ ВЕРНЁМСЯ К ДЕВЯТОМУ СТИХУ И СМОТРИТЕ У НАС ДЕСЬ КАК ЧАСТО БЫВАЕТ ДЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ А ПО-НЕМЕЦСКИ ПРОДАТЧНЫЕ АЛЬС СИ НУН КАГДА АНИ ДЕН КОНИГ ГЕОРТ ХАТТН Выслушали царя ЗОГН СИ ХИН ПОШЛИ Опять, видите, вот этот глагол ХИНЦИН ДАЛЬШЕ МЫ СВАМИ РАЗОБРАЛИ ПЕРЕЙДЁМ К ДЕСЯТОМУ СТИХУ ДА СИ ДЕН СТЕРН САЙН Тоже можно перевести КОГДА ОНИ ИЛИ И ВОТ КОГДА ОНИ УВИДЕЛИ ЗВЕЗДУ Интересно, насколько здесь РУССКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ Да, по-немецки просто ВОДН СИ ХОХ ЭРФРОЮТ ХОХ ФРОЮН Или ХОХ ЭРФРОЮТ САЙН Это быть вне себя от радости Действительно испытывать Очень большую радость У нас по-русски Возрадовались РАДОСТЬЮ ВИСЬМА ВЕЛИКУЮ И следующая, одиннадцатая строка И войдя в дом Увидели младенца с Марией И матерью его Кстати, хорошее такое милое слово КИНДЛЯН Это МЛАДЕНЧИК С таким вот лайн Уменьшительно-ласкательный суффикс В немецком языке По подобию хэн Ну, знаете, там типа МЕЙТЧЕН, ХОЙСЧЕН И так далее Здесь я хочу обратить ваше внимание на то Что и в русском, и в немецком тексте Написано, что волхвы вошли в дом Обычно же как у нас бывает Когда вертеп То, ну, вертеп это пещера И там рождается младенец И вот он родился И потом по большинству спектаклей Сразу же приходят волхвы К только что родившемуся младенцу А здесь в Евангелии написано Что они вошли в дом И, как я помню, Иоанн Златоуст толкует это так Что уже прошло достаточно много времени Именно непосредственно после рождения И они, видимо, у каких-то родственников Может успели обосноваться В каком-то доме Где они жили какое-то время Потом к ним пришли волхвы И интересно, что если мы посмотрим На фреску Дионисия в Ферапонтовом монастыре Там мы увидим трех волхвов Которые как раз именно в дом Приходят к Марии и младенцу И приносят там свои дары То есть эта иконография, видимо, она как-то Немножко больше соответствует вот тому событию По крайней мере, вот в Евангелии от Матфея Написано, что они пришли в дом Я как-то все время думал Почему тогда волхвов обычно изображают в пещере Ну, это так Лирическое отступление Дальше Интересно, здесь просто по-немецки написано И дальше просто перечисляется, что подарили А у нас принесли ему дары И следующая строчка И затем им во сне приказано было Дословно по-немецки это именно так То есть им было приказано Да, у нас в русском они во сне получили откровение Здесь то же самое Не возвращаться к Ириду И зогн зи auf einem anderen weg wieder in ihr land Auf einem anderen weg, как бы, на другом пути Другим путём Они вновь ушли в свою страну Вот такой вот у нас сегодня отрывок В грядущие дни, может быть, постараюсь выложить Ещё какое-нибудь видео на эту тему На тему Рождества Если вам было интересно и полезно То ставьте лайк Пишите что-нибудь в комментариях Если вы празднуете, пишите, как вы празднуете Какие у вас есть традиции, обычаи празднования Рождества Напишите, ходите ли вы на богослужения, в храм Какие у вас любимые тексты, может быть, связанные с этим событием В общем, буду очень рад получить от вас обратную связь на эту тему Большое спасибо всем за внимание И до скорых встреч Всем пока Auf Wiedersehen Bis bald Tschüss Bis zum nächsten Mal Всем пока Пока